всем привет наверное каждый из вас хоть раз слышал истории про джека потрошителя так называли самого известного серийного убийцу в истории который творил свои злодеяния в лондоне в 1888 году впрочем у этого преступника существовали еще несколько имен такие как кожный фартук убийца из уаттенчепела и многие другие однако личность убийцы так и не была достоверно установлена и это продолжает порождать самые разнообразные версии относительно того кем же был джек потрошитель джеку потрошителю приписывают различное количество преступлений которые он совершал в одном из безнейших районов города так некоторые источники говорят о четырех жертвах другие же доводят число погибших до 15 по официальной версии считается что потрошитель убил 5 женщин они погибли и были обнаружены соответственно 31 августа 8 сентября две женщины 30 сентября и 1 9 ноября 1888 года все эти пять убийств соединяло одно их совершил один человек который явно владел профессионально умением мясника и во-вторых в трех случаях были вырезаны внутренние органы убитых женщин джек потрошитель стал настоящей знаменитостью своего времени его известность была также подогрета присылаемыми в прессу письмами от его имени однако личность преступника так и не было установлено никому не было предъявлено обвинений в данных убийствах различные криминалисты журналисты и историки выдвигали огромное количество версий и подозреваемых начиная от различных малоизвестных художников и заканчивая отпрысками королевской семьи но наиболее часто называют две кандидатуры это задержанный вскоре после преступлений арон косинский который пытался выпотрошить родную сестру и был помещен в психлечебницу где и скончался спустя несколько десятилетий и вторая кандидатура карл файгенбаум спустя несколько лет казненный за данное преступление однако последнее время активно набирает популярность версия согласно которой убийцей действительности был не мужчина а женщина впрочем все новое это хорошо забытое старое версию об женщине убийцы выдвигал еще знаменитый артур конан дойл он предположил что джек потрошитель в действительности мог оказаться женщиной акушеркой такое предположение является весьма логичным по двум основным факторам во-первых это объясняет профессиональное владение убийцей хирургическими инструментами и во вторых одним из самых основных вопросов при расследовании было то как убийца умудрялся не испачкаться в крови жертв и не привлечь внимание людей все очень просто акушерки расхаживали по улицам и воротнем своих кожных фартуках со следами крови от операций и не привлекали никакого внимания с новой силой женский след в деле джека потрошителя проявился в 2012 году когда вышла книга джона мариса который выдвигалась предположение что убийцей была лиза уильямс супруга врача джона уильямса который одно время был одним из подозреваемых кроме того автор упоминает что рядом жертвами находили некоторые детали от женской одежды обуви однако с точки зрения кирминалистики все эти свидетельства более чем косвенные и не подтверждаются никакими прямыми фактами также еще одной яркой теорией является исследование который подробно изложил историк эндрю кук она состоит в том что никакого серийного убийцы который действовал в лондоне в реальности не было а было несколько отдельных убийств совершенных разными людьми по разным мотивам и в разное время кстати сомнения в том что все пять официальных жертв потрошителя были убиты одним человеком высказывались уже в ходе расследования само же возникновение образа джека потрошителя кук объясняет просто эта фальсификация со стороны прессы благодаря которой эта история и получила столь широкую огласку историк уверен что письма джека являются подделкой частности то где он подписался своим псевдонимом и на самом деле эти письма отправлял не джек а простой журналист одной из газет эта газета была заинтересована в увеличении своего тиража и для этого ей нужен был ажиотажный интерес к теме серийных убийств именно пресса и объединила деяния нескольких преступников в одну мифическую личность и придала ей особый информационный колорит